МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наши новости начинают свою работу в эфире. В студии Татьяна Голубева. Здравствуйте. Сотрудники МЧС России по Алтайскому краю предупреждают жителей о неблагоприятных погодных условиях. На большей части региона снег, метель, на дорогах гололедится. Ветер западный, днем с порывами до 15-20 метров в секунду. К концу дня ожидается похолодание. В северо-западных районах до 20-ти ниже нуля. В МЧС предупреждают, что при выезде за пределы населенного пункта важно проверить состояние автомобиля, аптечку и средства пожаротушения. Если возникает угроза жизни, звоните по телефону 101. Сегодня в столице края проведут инспекцию на строительной площадке дома для работников социальной сферы. Здание начали возводить в конце 17-го и теперь подходит к завершающему этапу строительства. Сегодня новостройку должны посетить специалисты единого строй заказчика и руководство Министерства культуры края. Сообщается, что сейчас строители завершают внутреннюю отделку комнат и ведут работы по благоустройству прилегающей территории. Закончить возведение многоквартирного дома согласно контракту должны уже до конца марта. Жить в доме будут сотрудники барнаульских театров, драматического, музыкального, кукольного, а также ряда музыкальных коллективов в краевой столице. В Алтайском крае представили новый отечественный аппарат для сортировки мусора. Он умеет отличать пластик от бумаги и способен перерабатывать несколько тонн твердых бытовых отходов в час. Накануне депутаты краевого законодательного собрания оценили, насколько этот высокотехнологичный агрегат может помочь в реализации мусорной реформы. Они посетили барнаульское предприятие «Сесорт», одно из немногих в России, которое занимается производством фотосепараторов. Аппаратов, способных с помощью специальных оптических датчиков сортировать самые разные предметы. От крупы до семян и даже минералов. Новый аппарат, разделяющий различные виды твердых бытовых отходов, начали разрабатывать еще до начала мусорной реформы. По словам разработчиков, он способен сортировать до 4 тонн одних только пластиковых бутылок в час. Кстати, примерно столько их обычно поступает на мусорный полигон в течение суток. Как убедились народные избранники, сейчас КРЭС обладает готовой технологией, которая поможет быстрее запустить будущие мусорные перерабатывающие заводы. В принципе, сегодня наша мысль, вот в том числе и на предприятии, она технически готова. Поэтому мы сегодня готовы в Российской Федерации, у нас в Алтайском крае, изготовить целый комплекс машин. Сортировка, отметили депутаты, поможет в скором будущем перейти от захоронения к глубокой переработке ТБО. Подробнее о перспективной технологии и следующих шагах в реализации мусорной реформы смотрите в нашем вечернем выпуске. Неопознанные кочующие объекты именно так в шутку назвали жители края сооружения возле одной из федеральных трасс. Их можно заметить по пути в Новосибирск, как опять же предположили водители. Юрты чем-то напоминают древнемонгольские. Правда, внутрь корреспондентов наших новостей не пустили. Юрты оказались закрыты уже на современной замке. Скорее всего, как рассказывают местные жители, это сделал предприниматель. Говорят, бизнесмен планирует открыть здесь этнический центр и кафе быстрого питания. Пока же, судя по всему, полным ходом идет строительство. Остается интрига и само меню. Возможно, гостей здесь порадуют кушуром, бузами или арулом. Это, кстати, название блюд, которые любил сам Чингисхан. Как нам стало известно позже, юрты, скорее всего, перекачивают в другое место. Такое решение приняли дорожные службы. Сегодня студенты Татьяны отмечают праздник 25 января. День памяти великомученицы Татьяны, покровительницы учащейся молодежи. По традиции в Барнауле от Никольской церкви до часовни, которая носит имя этой святой, верующие студенты прошли крестным ходом. Праздник продолжился конкурсом на лучшее кулинарное творение. Все пирожки и блинчики приготовлены исключительно Татьянами, студентками политеха. Сегодня же в парке Центрального района всем женщинам с этим именем можно бесплатно кататься на коньках. Начало праздничной акции в 15 часов. Ко дню студенчества присоединились и сотрудники ГИБДД. Какие сюрпризы они подготовили к празднику, об этом и не только расскажем в вечернем выпуске. Жилищная инициатива возведет в Барнауле новый жилой комплекс «Маяк» на проспекте космонавтов. Строительные работы уже идут полным ходом. 16-этажный кирпичный дом в удобном районе города. Сейчас на объекте закладывают фундамент, а вот таким он станет уже в 2021 году. Среди пятиэтажек вокруг новый дом будет выглядеть действительно как «Маяк». В квартирах от одной до четырех комнат, площадью от 30 до 100 квадратных метров. В данном районе не так много застройщиков. Не ведется какой-то интенсивной застройки, поскольку фонд жилой потока изношен уже достаточно. То есть домам уже, наверное, более 50 лет. Те люди, которые привыкли проживать и живут на потоке, но которые не хотят менять место жительства, они будут заинтересованы в смене старого жилья на новое жилье, продавая свои объекты, переезжая в радиусе 100-500 метров. Востребованность будет, поскольку люди уже привязаны к этому микрорайону. Раздельный сбор мусора, помещения для колясок и проходные подъезды. В новом жилищном комплексе «Маяк» есть все необходимое для комфортной жизни. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компании «Эвалар». А какой глицин принимаете вы? Принимайте глицин «Форте Эвалар». Он отличается высоким содержанием глицина, усиленного витаминами для мозга. Качество гарантировано международным стандартом GMP. Глицин «Форте Эвалар». Почувствуйте разницу. На территории края станет немного прохладнее. В Бийске и Рубцовске до 10, морозы в Белокурихе до 9, в Барнауле днем пасмурно и без осадков, и до 13 мороза. Напоминаю, телефон редакции Барнауле 722 440 всех Татьяны студентов с праздником. А полная картина в нашем вечернем выпуске. До встречи.